Если вы планируете покупку недвижимости в московском регионе или хотите переехать на ПМЖ, записывайтесь на бесплатную консультацию. Подберем лучшую локацию, исходя из ваших задач и потребностей. Москва – это город-колец. Бульварная, садовая, третья транспортная, МКАД. До 14 века вся территория Москвы была в пределах Кремля. В 15 веке границы города проходили вдоль Китайгородской стены. В 16 веке границами стали стены Белого города. В 17 веке границей города стал земляной вал. В середине 18 века – Камер-Колежский вал. В начале 20 века – окружная железная дорога, современное Московское Центральное Кольцо. С 1962 года МКАД – современная территория Москвы, включает районы и административные округа за пределами МКАД. Новая Москва, Зеленоград, Северный, Восточный, Молжанинова и так далее. Стоимость недвижимости возрастает по мере приближения к центру города. В Подмосковье можно разделить условно на 4 кольца в зависимости от удаленности от МКАД. Четвертое кольцо – это 80-100 километров от МКАД. До центра Москвы ехать примерно 2 часа на электричке. Цены на однокомнатные квартиры в Хрущевках начинаются от 2-2,5 миллионов рублей. Самые дешевые квартиры на последнем и первом этаже. Первый этаж более востребован и комфортнее. В Хрущевках лифт не предусмотрен и пожилым людям тяжело добираться на 4-й и 5-й этаж пешком. К четвертому кольцу относятся города Талдом по Дмитровскому или Савеловскому направлению, Краснозаводск по Ярославскому, Орехово-Зуево по Горьковскому, Воскресенск-Коломна-Луховицы по Рязанскому, Ступино-Кашира по Каширскому, Серпухов по Симферопольскому, Можайск по Белорусскому, Волоколамск по Рижскому и Клин по Ленинградскому направлению. Третье кольцо это примерно 60 километров от МКАД. Цены на однокомнатные квартиры в Хрущевках начинаются от 3-3,5 миллионов рублей. К третьему кольцу относятся города Дмитров по Савеловскому направлению, Сергиев Посад по Ярославскому, Павловский Посад по Горьковскому, Раменское по Рязанскому, Чехов по Симферопольскому, Кубинка по Белорусскому, Истро по Рижскому, Солнечногорск по Ленинградскому направлению. Второе кольцо это примерно от 15 километров от МКАД. Цены на однокомнатные квартиры в Хрущевках начинаются от 4-4,5 миллионов рублей. Ко второму кольцу относятся города Лобня по Савеловскому направлению, Пушкино, Королев, Щелково по Ярославскому, Железнодорожный по Горьковскому, Жуковский по Рязанскому, Домодедово по Каширскому, Подольск, Климовск по Симферопольскому, Голицыно по Белорусскому, Нахабино по Рижскому, Сходня по Ленинградскому направлению. Первое кольцо это города, Примыкающие к МКАД. До центра Москвы ехать примерно 30-40 минут на электричке. Цены на однокомнатные квартиры в Хрущевках начинаются от 5-5,5 миллионов рублей. К первому кольцу относятся города Долгопрудный по Савеловскому направлению, Мытищи по Ярославскому, Реутов по Горьковскому, Люберцы-Котельники по Рязанскому, Видное по Каширскому, Щербенко по Симферопольскому, Одинцово по Белорусскому, Красногорск по Рижскому, Химки по Ленинградскому направлению. Почему квартиры первого и второго круга стоят дороже? Потому что там чаще ходят электрички и ближе добираться до Москвы на машине. Поэтому у недвижимости в этих городах выше ликвидность. Они более востребованы для сдачи в аренду и для продажи. Цены на квартиры в Москве в пределах МКАД начинаются примерно от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Самая дорогая недвижимость в историческом центре в районе Золотой Миле. Средняя цена квадратного метра в районе Остоженки сейчас около 550 тысяч рублей. Цены даны ориентировочные, так как сейчас высокая ставка, спрос снизился, а предложение есть. Поэтому продавцы вынуждены давать хорошие скидки покупателям. Знаю все лайфхаки и секреты рынка недвижимости. Вторичка новостройки, закрытая база переуступок, участки и коттеджные поселки, апартаменты. Расскажу все подробно.